Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Все течет и все меняется. Меняются музыкальные пристрастия, меняются образы настроения. Вот и я решил сегодня изменить свой образ. Почему, спросите вы меня? Да потому что я хочу подражать тому музыканту, который сегодня пришел ко мне в гости. Прошу любить и жаловать. Роман Рейн, добрый вечер! Добрый вечер вам! Роман, ты пришел не один, ты пришел с друзьями, с коллегами. Представь, пожалуйста. Это Михаил Долгов, выпускник консерватории Петра Ильича Чайковского. И Софи, и антрепренер, так можно сказать, и вообще коллега по жизни, который будет ему сегодня помогать. Это наш дружный коллектив акустический. Ну что ж, я выполнил свою миссию. Теперь я вновь меняю свой имидж и возвращаюсь, что называется, уже к тому, я надеюсь, к чему привыкли наши телезрители. И хочу, чтобы наши телезрители привыкли к той музыке, которую мы сегодня услышим, Ром, в твоем исполнении. Давай сразу их окунем в атмосферу той музыки, которую ты сочиняешь, исполняешь. Ну и, надеюсь, наши телезрители сейчас ее услышат. Да, мы постараемся как-нибудь это все преподнести. Но дело в том, что есть, как говорится, две таких вот условности. То есть, Роман Рейн существует, как и в группе, но это очень тяжелая музыка. Вот такая в стиле тяжелого рока. И вот такой акустический вариант, который те же песни играется, но в более, так сказать, камерное наклонение. Но чуть больше мы раскроем эту тему сразу после того, как... Процессия, я думаю. Так, что исполняем? Песня называется «Барбара». Барбара. Песенка про любовь, про весну. Отлично, поехали. Три тысячи запретов Песенка про любовь, про любовь, про любовь, про любовь, про любовь. Но так упрямо осень, и имени не сбросит, схема жизни проста. Ни сладости, ни моря, ни радости, ни горе. Будь одна, как луна, и лишь весна останется странной. Пой со мной, если ты одна. Барбара. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пой со мной, если не до сна. Барбара. Барбара, Барбара, Пой со мной, если ты одна. Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Пой со мной, если не до сна. Барбара, Барбара, Барбара. Барбара, 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 Барб Барбара, пусть со мной сидятна, лам-лана, лам-лана, пусть со мной сидятна. Барбара, 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 Барбара. спасибо ну ничего себе вот это я понимаю я смотря я слушал я обычно у меня как бывает я либо слушаю либо смотрю сейчас у меня получилось так что я и слушал и смотрел и анализировал то что сейчас исполнял не очень понравилось но музыка это такая вещь которая действительно склонна к анализу я всегда делал такие но можно так сказать выводы это как человек когда покупает книгу но есть три как говорится фактора до 1 человек купил книгу но есть коли он уже потратил деньги надо дочитать до конца другой человек берет он потратил эти деньги но прочитал вступление ему не понравилось он сразу стоял а третий человек ему начало не понравилось но надо что читать до конца может человек что-то скажет какой-то умную мысль и он дочитать до конца и думаю господи как хорошо что потратил деньги на это произведение так и в музыке так и живописи то же самое искусство это целостное состояние она познается только путем вот такого наверное контакта более тесного я я думаю многом естественно естественно я начал нашу передачу о том что да со слов подражание изменение имиджа тогда скажи пожалуйста все ли в этой в этой жизни уж так скажу в музыке уже придумано возможно ли что-то придумать свое которое абсолютно будет отличаться от уже того что есть и работать в этом направлении вы знаете я приверженец такой мысли что ну шибко новое придумать это очень сложно потому что у нас сейчас правят технологии технологии как правило развивается и уже подгоняет нас под эту жизнь а что-то в плане поэзии и поэтики именно я думаю там можно я вот работаю с нестандартным слогом то есть это по сути и не рифмованные то есть я в частности имею ввиду свои тексты в чистом да да и это все аллегория то есть я пишу тексты это буквально есть у меня причина есть следствие а то что посередине я вырезаю и как бы провожу такие логические бы интересные игры то есть загадки то есть мои тексты ну требуется расшифровки а музыка это обычная музыка которая в душе это вибрации пульсации моей жизни моих переживаний ну по сути то что я пишу это и есть я сам хорошо я многим гостям в моей программе задавал вопрос откуда у них все это рождается да с чего они начинали свой путь какие у них были кумиры да если ко мне приходил человек условно говоря с гитарой то я его спрашивал каких песен он начинал играть на гитаре да кто-то там с макаревича кто-то с воскресенье кто-то с высоцкого и так далее скажи что тебя воспитала как музыка но я честно говоря воспитан на зарубежной культуре конечно новые наших тоже любил господина леонтьева да я очень уважаю и допустим меладзина понятно это безапелляционно даже не спорят потому что они гиганты а сама вот это вот музыка сама вот это вот пульсация которая вот подхватил это конечно это западно-германские коллективы еще когда в эпоху ссср как что-то у нас было ой там много все и от бони м и альфа и и и почему-то как-то вот меня вот это вот занимало то есть обычная рифовая структура произведения то есть ну я не буду вдаваться сейчас в термины ну вот такая легкая и в то же время напряженная музыка которого течет как вода из крана грубо говоря не имеет каких-то обрывов хотя у меня очень много интересных модуляций но это не мне судить то есть оценивать все равно слушатели себя то я могу хвалить сколько хочешь но давай не шутка не будем скромнее не ну а что основное влияние оказалось конечно тяжелая музыка рок-музыка почему и электронная музыка в том числе потому что вообще музыка это как космос и его познать вообще но понятно что 7 но 7 но 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 можно найти что-то какие-то интересное изложение то есть это как паук плетет паутину да нет скажу наверно другой пример с проекцией на нашу жизнь да вот мы берем старый какой-нибудь мобильный телефон который нам уже в институт копейки да смотрим на него господи ну что тут просто экранчик кнопочки нам уже это не интересно а внутри то сложная структура взаимодействие всяких резисторов транзисторов микросхем так же и в музыке ее можно соткать очень интересно это надо конечно этим заниматься ее можно соткать но мне кажется ее можно ну как я не знаю быть чайковским не ну до таких высот у нас же эпоха рождает своих героев понимаете вот мы даже можем отследить вот возвращаясь к вопросу культура восьмидесятых рождала свою герою имела свой цвет свой вкус свое наклонение 90 это уже и техно пошло да да все прочее двухтысячные уже они начали такой баланс такое хождение началось все смешиваться какую-то одну вот может объясниму может необъяснимую а для меня это уже не интересно то что сейчас делают очень мне не интересно потому что я выражаю свою точку зрения сейчас музыканты музыканты работают не на музыку она себя длин длин дрим прям 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 выходи со мной гулять но олег я могу поспорить дело в том что мы же говорим о разных сегментов если допустим сегмент популярной музыки уже не просто так изобрели это следовательно в нашем социуме когда мы проводим рабочий день секрет популярной музыки машина времени не была популярна не восьмидесятых она была популярна только в скрученном состоянии в магнитофоне восьмидесятых то есть сейчас это народ не поет новый поворот нам же задает пульс жизни наш вот современные течения прогресс как мы можем это уже барокко мы должны двигаться все хорошо тогда вот сразу тебе скажу спрошу хорошо вот сейчас я вообще нужны обществу чайковский моцарты бахи рахманинов и так далее ну с классической музыкой сейчас вообще если сейчас такие кто вот да ведь у нас по моему на мой взгляд а вот последний кто-то можно вот на так назвать ну шнитки мне кажется последний кто из да из великих которые посвятил себя именно вот этому все а дальше нет больше никого не ну я понимаю ну значит нету не то что спроса от тенденции то есть эти люди работали ну как бы как бы это выразить да чтобы не как-то в общем то есть это требовало эпоха тогдашней сейчас это же требует от нас соглашусь в эпоху моцарта я думаю что соля эти не было технологии извините олег не было ничего нужно было сделать написать целые партитура оркестровки потому что инструменты были только струны правильно поэтому сейчас проще подобрать аккорды три можно сделать интересно же об этом мы можем спорить мне кажется часами я буду это правда но естественно как говорят споре рождается истина но моя истина все равно я понимаю я держу и уважаю тебя да давай еще что-нибудь споем охотные с удовольствием так что сейчас будет у нас вот такая лирическая опять же сегодня вечер такой лирической музыки но отлично люди пришли с работы покушали устроились на диване и соответственно основной лейтмотив моих произведений это естественно любовь любовь как стихийное бедствие любовь как эго истическое чувство любовь как шантаж любовь как все и как это мне кажется любой определение к любви подойдет подойдет в том-то и дело почему она так интерес а еще есть любовь наших телезрителей ну которые уже до нас дозвонились чтобы пообщаться с нами добрый вечер алё да а вы здравствуйте просто славки закончились потому что я на самом деле очень большая поклонница романа дело то что мы с ним во-первых земляки я тоже дальнего востока очень приятного а во вторых я попрошу исполнить его самую мою любимую песню это королева ну не раскрываем все карты но она отлично я надеюсь что он еще свободен как мужчина конечно в отличие от меня пускай он сам расскажет но это на самом деле секретная информация а кто сейчас свободен в это время мы свободны для вас наши слушатели наши зрители наши поклонники мы всегда свободны для вас спасибо вам большое спасибо вам огромное спасибо огромное спасибо я очень рад да ну что вечер в китае вечер в китае крас-ворда плоский сюжет Разложит на песке пази Из сотни фишек фрагмент Из тысячи слайдов кадры Ты разжигаешь небо Нет идеальней гнева Нет идеальней, чем мысли Ты разрываешь синенький Сюжет ведь так невинный Но мысли так нереальны Я забираю, что видел, что знаю Тебе оставляю Под вечер в Китае История без конца Как все в Китае без края Мы ищем случай пропасть В тяжелом шоке тумана Я забираю, что видел, что знаю Тебе оставляю Что вечер в Китае Ты меня забираю Что видел, что видел, что знаю Вечер в Китае Спасибо 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 большое У меня сразу, пока слушал эту песню, вот такой вопрос родился Скажи Люди, которые занимаются Ну, условно я говорю, да Химик Он, чтобы там новые знаки химические Или там, да Какие-то формулы новые придумывает Водитель троллейбуса работает Потому что он Любит возить людей И так далее И так далее Ради чего ты Делаешь свою музыку? Ну, безусловно, конечно Что тут греха таить Это чтобы реализовать Какое-то свое Внутреннее Ну, может, какой-то эгонцентризм Я не знаю Но это Я не верю тем музыкантам Которые говорят, что они Работают для себя Для себя Это значит Ты пишешь для себя Поднимаешь это со стола Слушаешь, грубо говоря И назад в стол прячешь Ну, как писатели говорят Я пишу там для себя И как там в стол Но, если ты кому-то дал Это произведение Либо музыку послушать Оценить или прочитать Это уже все Ты, значит, требуешь Какого-то, грубо говоря Современно, между которыми Выражаясь, фидбэка То есть И тут У меня совсем другая миссия Конечно, есть и это Я говорю, я открыт Деньги, успех, слава Ну, нет, нет Деньги, успех Здесь А зачем Вот Ну, что прятаться От этого Дело не в этом А это разве не важно? Нет, самое главное Самое главное Вот Для того, чтобы артист был успешен Он должен уметь Заинтересовать публику Заинтересовал Дальше Все Оттуда идет Твое любимое дело И ты зарабатываешь Этим любимым делом Денежку Себе на жизнь Вот, собственно Мы стараемся Мы учимся Вот я до сих пор Учусь Как заинтересовать Публику То есть Я пою про любовь Я пока вот вижу Что где-то кто-то Меня не понимает Про любовь поет Филипп Киркоров С Колей Басков Но опять же Мы Вот возвращаясь К этим вопросам Которого задавали в начале Они Поют по стандартным Канонам По высокохудожественным Все А я хочу изобрести Что-то свое Чтобы Слушали музыку Романа Грейна Услышали тембр голоса Услышали Саму гармонию Сказали А, это он Хорошо Ван Гог Умер В нищете Да И в общем-то Наверное Непризнанным Гением Хотя сейчас Картины Ван Гога Да И имя Художника Известно Ну Надеюсь К каждому землянину Разумеется Конечно Так А не жалко будет Вот потратить Жизнь На то Чтобы Ну Естественно Не желая этого Вот Чтобы потом Сказали Там В 2078 Году Что Роман Таррэйн Да Это Нет Этого не жалко Жизни не жалко На это Честно говорю Я и вот Такой Рассмотрю Что такое худеет Не от болезни Худеет от жизни Я поэтому Целиком принадлежу Творчеству И я творчеству Даю все Для того Чтобы что-то просить Себе Надо Чем-то пожертвовать Понимаете Нельзя Нельзя допустим Даже веры касаясь Нельзя у Бога просить И ничего ему не предложить Понятно Что мы потом Ему предлагаем себя Но когда нам уже За 80 За 90 А смысл Надо что-то Что-то сейчас Чем-то жертвовать Что мы можем Принести в жертву У нас такой Философский разговор Сегодня получается А у нас везде Философ Понимаете Если мы будем Говорить Что-то Ну Что-то вот такое Очевидное Да Это все понимают Но сделать с этим Ничего не могут А если мы Напустим Под флером Какой-то философии Мы это все подадим Мне кажется Будут думать А что мы хотели Этим сказать Хорошо Вот что мы хотели Им сказать Сложности Условности Все это мы можем Говорить А скажи пожалуйста Ведь можно Нагородить Я уж так Да Сказал Нагородить Много-много-много-много Всего Многослойности В музыке А можно Тремя аккордами Развернуть душу И в каждом утюге Будут петь Разумеется Но здесь мы опять же Да Мы как-то будем Размышлять Принадлежность музыки Да Для какого это случая Да Если например Человек Видя наше Пахнущее Метро Ароматное Когда он оттуда Выходит После рабочего дня Весь замученный А еще Ему задержали зарплату А еще кто-то Наступил на ногу Да И еще и плюнули На спину Приходит домой Весь злой Ну какая ему Философия Разумеется Ему ничего не надо И тут он включает Допустим Вышеупомянутого Нижеупомянутого Там Господина Киркорова Да Или еще Ему вот душу греет Вот просто Простая мелодия Которая вот задевает И он Начинает как-то просыпаться Но есть же и другие Люди Понимаешь Которые Может что-то там С удовольствием поработали Получили деньги У него адреналин Да У него есть настроение Ему уже Ну не хочется Слушать что-то обычное Ему нужна пища Для мозга Хорошо И он идет Получать удовольствие Совсем от другой музыки Это мое мнение Один получил удовольствие От Киркорова Второй получил удовольствие От Не знаю там Мерли Мэнсона Третий От Не знаю От Мадонны Да Кто твой Типаж слушателя Который получит Удовольствие Или там Получает удовольствие От того Что Слушает твои Музыки Вот твою музыку Ну На моих концертах Ходят вообще Самые разные люди От Ну естественно От любителей Мэрлин Мэнсона Даже для любителей До любителей Константина Меладзе Которые Понимают И они уже Смотрят Расписание моих Там выступлений Каких-то Да Что где Я выступаю С группой Где у меня там Жесткий рок И все Туда идет Ну один сегмент Слушателя А где я в акустике Или в рамках там В плане творческого вечера Как это у меня было В Санкт-Петербурге Буквально после Нового года 6 января Туда уже приходят люди Просто поговорить со мной Пообщаться И послушать вот такую музыку Я хочу Ну понятно Что везде успеть нельзя Но я хочу быть Не то чтобы разноплановым И кстати У меня сейчас есть проект Где я буду Подготавливать Ну целый такой Ну я не знаю как Не альбом Не альбом А что-то Ну то есть романсы Я буду петь Свои романсы Но это в ближайшем будущем Буду я уже Ну вот я спрошу Задам тебе следующий вопрос По поводу романса Тяжелой музыки Да Но только после того Как попрошу тебя Спеть еще одну композицию Да Попробуем Что у нас подготовлено Улетаю Улетаю? Да Песенка Улетаю Ну что ж друзья мои Песенка Песенка Песня называется Улетаю Да Ну а мы еще Никуда с вами не улетаем Потому что У нас еще Есть что послушать И есть еще О чем поговорить Да Холод мыслей рассложил На атомы дождь И видишь Последний ангел Упал в эту ночь Я сделал цветы изо льда Для тебя В воздух искры дым в облака Для тебя Для тебя Для тебя Я улетаю Ты не грусти Я улетаю Блеск твоих Аз ты всему Я заберу Я улетаю Ты не слышишь мой голос Ты не сможешь сказать Ангел мой Ты бесполезен Так зачем мне ждать Я убил тебя нежно Словно бабочку Ты желание вечность И вот и все И вот и все Словно бабочку Аз ты всему Я твоих Коснулся Бог Ты не грусти Я улетаю Блеск твоих Аз ты всему Я заберу Я улетаю Я твоих А ты не грусти Я улетаю Блеск твоих А здесь живу, я заберу, я улетаю Ты не грусти, не грусти Не грусти, я улетаю Спасибо Спасибо, спасибо большое Чувства нахренали в одном месте Это живее Твое исполнение, да, то исполнение, оно заставляет быть и эмоциональным, и выдавать уж, извини, как говорится, на полную катушку Я хотел бы у Михаила спросить, я тут анализировал, пока слушал еще, назвав Шнитке одним из, наверное, последних композиторов Такого классического, чистого вида Я не ошибся, или, может быть, ты, как выпускник консерватории, назовешь другие имена? Или я оказался прав? Ну, ничего, можно говорить, как бы микрофон поймай, да Ну, либо чуть-чуть, может быть, подвинуть, Ром, подвинь чуть-чуть микрофончик Не, не, вот это, да, вот так, просто, ага Ну, поймай, да Кто-то считает Шнитке, кто-то считает Шестакович последний То есть Сверидов Сверидов, да Ну, можно назвать Сверидов, Хачатурян, можно назвать, наверное, да Там Губайдулину можно назвать Да, Губайдулина Да, это да Но все-таки, вот мне кажется, что вот Вот это вот эхо, эпоха Да, вот этого классического композиторства Мне кажется, она уже... А даже композиторы студенты консерватории так же считают Да? Консерватория выпускает по 30 композиторов каждый год Да, а у нас есть телефонный звонок И хотя консерватория выпускает по 30 новых композиторов Для нас каждый телезритель, чуть не сказал композитор Очень и очень дорог, добрый вечер Здравствуйте, Роман Здравствуйте У вас много песен о любви? Они практически все У этих песен есть какой-то конкретный человек? О котором они? Ну, в принципе, да Спасибо огромное за вопрос Конечно, безусловно Есть определенный человек Ну как, я пишу композиции То есть, грубо говоря, я у себя снимаю в голове кино Я играю сам собой Вот, когда играешь сам собой У тебя в голове рождаются сюжеты Какие-то... Может, они с тобой происходили Может, они могли бы произойти И это все переживаю И вот из-за этого получается песня То есть, все просто Вот такой у меня вопрос У меня на квартирнике был один исполнитель И когда я слушал его музыку Я говорил, что он сам режиссирует свою музыку, свои стихи Или даже не музыку, а стихи Он режиссирует, да Восходит солнце, я вижу закат Листья наполняются светом Река, да, выглядит еще красивее И отблески зари, да В твоих глазах отображаются То есть, вся его поэтика Я бы так это назвал Да Он ее срежиссировал И я, в принципе Мне нечего домысливать Мне нечего догадываться А что же еще он хотел сказать Кроме того, что рассвет Замечательное явление природы, да Но у меня чуть по-другому Вот, я хотел сразу у тебя спросить Вот ты сказал, да Ты сам о себе это представляешь Это кино снимаешь В чем твоя режиссура поэзии? Режиссура поэзии в следующем То есть, оставлять То есть, еще Понимаете, это как есть такие Ну, можно Не то, чтобы Грегирея Как это назвать-то Что можно еще дополнить что-то Можно дописать Можно вообще раздвигать фразы И туда вставлять Вот, собственно, в чем режиссура слог И игра со слогом, естественно Какие-то слова беру Или какие-то фразеологические обороты Со всем Ну, в общем, просто с ними делаю, что хочу Понятно, может, где-то я на русский язык Наступаю ему на горло Но, простите, ну Я просто выбираю какой-то свой путь Я же должен экспериментировать Поверь мне, мне кажется Люди, которые наступают на горло русском языку Это сюси-пуси Давайте мы это не будем Ну, а они наступают на горло русскому языку Ну, у них своя режиссура, скажем так Они свой режиссур нашли Я вот здесь его нашел И, естественно, ну, как я могу Я никогда не буду петь про очевидное Зачем? Я прекрасно знаю, что там плохо, допустим Там хорошо, там люди веселятся Я пытаюсь всеми силами Как у меня это получается Может, где-то не очень получается тоже Ну, тем более, еще сегодня такое вот живое, как говорится, общение Это тоже я могу где-то растеряться Но моя задача изо всех сил заставить подумать Да, это может сродни какой-то церкви Где люди приходят на проповеди Но там, мне кажется, мало кто задумывается Хорошо, подумать Тогда такой вопрос ДДТ, Наутилус, Воскресенье Эти группы и авторы этих композиций Они заставляют задуматься своими произведениями? Нет, ну, конечно, безусловно Особенно господин Бутусов Он вообще славен вот этими текстами Ну, собственно, где-то что-то отголоски Но я же тоже как бы И эти времена застал И они гремели И, разумеется, что-то оттуда подчеркнуто То есть я всегда анализировал лирику Исполнителей Всегда Я всегда работал, прежде всего, с текстом Для меня, да, голос, это, разумеется, это инструмент Он основной инструмент А тем более в вокально-инструментальной подаче Он должен лидировать И, естественно, к чему-то призывать К чему-то призывать Понимаете? Сцена — это как трибуна Это ж... Я не знаю У всех по-разному У кого-то трибун У кого-то голгоф У кого-то... Ну, вы уж как голгофы говорите У кого-то плоха А для всех это плох Но это... Тем не менее Для меня, допустим, сцена — это как... Ну, опять же, да Религию не хочу трогать Но это для меня Священное место Там я Ощущаю себя в безопасности Вот как бы Как мы с тобой в этом похожи И это моя исповедь Это мое мучение Это мое наслаждение Это мой заработок Это моя... Не то, что... Это моя жизнь Я боюсь вот этих вот высокопарных фраз Но тем не менее Это так и есть Я начинаю Если я долго не выступаю Я начинаю болеть А когда я выхожу на сцену Она все отходит Почему? Потому что там есть Вот эта волна посыла Я туда, мне обратно Вот эти эмоции Аплодисменты А аплодисменты — это За что можно вообще просто умереть на сцене Наслаждение Это... Это... Это тебя поддерживает Это приятно любому Это приятно любому Это... Это топливо От ребенка, который на утреннике Рассказал стихотворение Ему... Разумеется, конечно Да, поаплодировал вместе с родителями И до уж... Залов — это же топливо для жизни Конечно Это же эликсир Конечно Понимаете? Если... Ну, я... Понятно, я сам закончил Я вообще по образованию техник-технолог Железобетонных изделий Промышленное и гражданское строительство Но вот ушел в музыку Почему? То есть излом — это все ты помнишь? Я вообще... Изгибы Все, я и диплом до сих пор помню Хотя заканчивал очень давно Очень-очень давно Когда еще был принцип крупнопанельного домостроения Сейчас чуть-чуть поменялось Да, да, да Ну, не суть И я когда, вы знаете, так как... Было еще советское кино с Олегом Янковским Когда он стоит за станком Люблю по собственному желанию Да, ну как? Как мне? Ну, я же вроде все делаю своими руками Ну, как мне получить удовольствие? Мама, ответь! Мама, услышь! И я когда увидел это кино Меня вот как пробило Я думаю Ни черта себе А я же должен что-то сделать И получить удовольствие И уже не тревожить маму Скажи мне Что мне делать? А я должен получить это удовольствие Понять, что это смысл моей жизни Я должен его просто нести Как бы он тяжел ни был Я должен это катить Из последних сил Но я должен от этого И получать удовольствие И мучиться Да, может это из разряда Каких-то мазохистических условностей Да, но нет Мы в жизни и все Мы мучаемся и наслаждаемся У нас идет гармония Вот хорошо, когда эта гармония присутствует А не бывает моментов Когда ты только наслаждаешься Либо только мучишься Наслаждаешься это вот Господам, которые любят Пользоваться веществами Противозаконными Это там наслаждение Хорошо, но у нас абсолютно Законные программы Я хочу, чтобы и я И все, кто делает эту программу И уж тем более Наши телезрители Насладились Насладились тем Что мы сейчас услышим А мы услышим шнитки Композиция называется шнитки Да ладно Олег, мы же сюда собрались-то и удивлять И, собственно, в принципе Небольшие сюрпризы Да, эта композиция написана очень давно Я просто в 2010 году Подтверди, что я не знал, что это будет композиция Называя ее шнитки Абсолютно У меня текстики все, извините Просто репертуар от этого сполняю редко Поэтому вынужден какие-то тексты заглядывать Потому что не то, чтобы не готовился Готовился просто Решили поменять чуть-чуть Хорошо Экспромт Поехали Шнитки должны Ночь Сладкий тоник любви Мы одни И свечи погасли, увы Проходят дни и часы Но ними невластны Свяжем друг друга капроновой ниткой Продали любовь под влиянием шмидки Ложь Драгоценный камень в шмидки Продали любовь под влиянием шмидки Ложь Драгоценный камень любви Прячешь ты за пазухой страсти, увы Утопили пазухой страсти, увы Утопили виски грехи А исповедь наша сказка странствий Свяжем друг друга капроновой ниткой Продали любовь под влиянием шмидки Свяжем друг друга капроновой ниткой Продали любовь с ниткой Продали любовь с ниткой Шампанский хмид Одна упавшая звезда Шампанский хмид Морских глубин Шампанский хмид Морских глубин Шампанский хмид Морских глубин Шампанский хмид Шампанский хмид Морских глубин Морских глубин Шампанский хмид Спасибо. А я вот сижу и думаю А вот если стихи, которые ты Ну, возьмем Даже, да, последнее произведение Шнитке А если их переложить на мотив Муси-пуси Ну, естественно, ничего не получится Барбару еще хоть как-то можно переложить А эти тексты нет В этих текстах есть Вот этот нерв, наверное Вот что-то у меня аж как бензин кончился Ничего, мы сейчас подзарядимся Да Это, я не знаю Я когда их писал Вот про шнитке это 2010 года Угу Я ее один раз только исполнил На концерте Больше не смог Одна из меня высосала все Вот буквально на концерте Ну, здесь хоть еще обстановка такая вот Домашняя, все-таки же квартирная Домашняя, да, да, да Здесь сильно не выкладываешься Стараешься как-то не показывать эмоции Но оно вот внутри Сейчас у меня все выжгло Буквально Все как-то вот Да я это исполнял Я не мог пошевельнуться Потому что Я вместе с тобой переживал Вот это состояние, да? Дело в том, что эта вещь Как и сама музыка шнитки, в конце концов Которая Ну, вот просто так не включишь Я думаю, Михаил, да, подтвердит Вот просто так ради Поливаешь цветы, да, на огороде И включил шнитки Я до сих пор слушаю аудиотрек Или как это можно называть Звуковую дорожку К мертвым душам Нашему фильму Там же Альфред Шнитке Да, 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 да С Калягином в главной роли Совершенно, наверное, самый любимый фильм Тоже из наших И я просто слушаю даже просто Вот, как музыку Вступление даже у меня есть Такая подборочка Угу Это песня о том О потере Мы порой насильно Должны от чего-то отказаться Чтобы переключить свое внимание Это и потеря любви, да? Это потеря близких людей Это очень сложно А в искусстве Потеря В культуре Это страшно Человек теряет свою веру Я не знаю Я сильно превозношу, конечно, искусство Может, кто-то меня не понимает Для кого это чуждо Но Если это для меня Вся моя жизнь А я ее менял Очень несколько раз Кардинально Угу И вот это про это И когда я писал Я все Я думал, что больше Я такого По крайней мере В ближайшее время писать не буду Давай немножко поговорим У нас, к сожалению, не так много времени А хотелось бы еще поговорить о будущем Как ты себе представляешь свое будущее и будущее вообще музыки как таковой? Мы вернемся к временам Рахманинова, Баха Или все, мы потеряли этот пласт раз и навсегда? Да Ну почему мы его потеряли? Я не согласен Потеряли? Нет, 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 нет Если мы хотим услышать классические произведения, да, любимых композиторов все равно Есть очень много Вот даже Михаил не даст соврать И концертов Вы приходите в консерваторию Хорошо Возьмем Артемьева, да? Композитора Петрова Композиторы, которые Музыку мы их знаем Обожаем Можно и Пахмутова вспомнить, и Шаинского можно вспомнить, правильно? И Крылатые качели, да, и так далее Мы все это можем вспомнить, но это немножко другая музыка Ну понятно Хотя Артемьев, он же пишет, правильно? Он как, ну я так условно говорю, как классический композитор он пишет Но мы все его знаем Пара-дам, пам-пара-дам И свой среди чужих, и это навсегда останется Для меня навсегда Рыбников Все Свод! Совершенно верно! Я не могу, я до сих пор Я боялся эту музыку слушать А он тогда еще молодым был, Рыбников А斤а каждый экспериментатор Электронная музыка Уж не считая ее нонной авось И так далее Отвлеклись, да, мы Про будущее Прикоснуться к истокам мы успеем всегда вспомнить, что-то освежить. Но поймите, сейчас эпоха требует других пульсаций, другого течения жизни. И мне кажется, это правильно. Не надо быть там, где была шайба, надо быть там, где шайба будет. Ну, грубо говоря, у Эйгерска, да, именно так сказал. Да, уже замусоленная фраза, но тем не менее. Великие там, где шайба, а гений там, где она будет, да. Вот понимаете, я не гений, я просто, ну, как бы приводил фраза. Да, ну, Эйгерский так сказал. Да, и тем не менее, все новое, оно же основная база этой истории. Вот что там стержнет. До сих пор люди играют рок-н-ролл. Я хожу на репетиционные базы, где мы репетируем с коллективом. До сих пор. Где-то что-то, кто-то еще играет старое. Но так сказали, что рок-н-ролл мертв, а я еще не... Ну, Борис Борисович сказал, потому что он был и утвердительным в своем направлении. Я считаю, что он мертв где-то в душах, понимаешь? А в таком, в конструкции, он как остался в таком месте, он просто трансформировался в некоторую другую, да, вот... Ну, я не знаю, то есть, ну, пульсацию, опять же, повторюсь, я уже под автологию, наверное, перевыполнил план сегодня. Но тем не менее, ну, здесь нельзя не повториться. Мне кажется, это все перерастает. И почему? Да потому что эпоха, в которой мы сейчас живем, это неспокойное время, посмотри, сколько негатива, да? Он же издает нам основные тенденции нашего, во-первых, поведения и творчества. Почему везде там группы какие-то, вот молодые кричат долой? Кого долой? Господи, куда долой? Надо жить, надо наслаждаться. Долой мы еще успеем отдалеть. А кого отдалеть? Есть очень хорошая фраза по поводу, я быстро завершу, один старый фильм 37-го года, когда американский, да, ну, извините, наверное, это не в тему, но когда хотели Америка покончить с преступностью, они всегда там, и там титры такие были. Вы, наше правительство, что вы намерены предпринять в борьбе с преступностью? А им правительство отвечает. Правительство вашей страны, это ваше правительство, а что вы намерены предпринять? Так вот, мы не по Булгакову живем, зря, что его не читают. Если бы мы каждый плюнули в определенное место и бросили мусорок в определенное место, если бы мы не били бутылки возле помойки, если бы знали, что кроме заплеванного асфальта возле торгового центра есть еще другая жизнь, мы бы все меняемся. Мы бы все изменились, если бы у нас еще и времени в нашей программе было бы не 45 минут, а как минимум 3-45 минут. Мы могли бы обо многом еще поговорить, поэтому я сразу делаю тебе предложение. Давай встретимся еще раз. Здесь же на программе «Квартирник». Все зависит от телезрителей. Да, приходи в гости, и я думаю, что нам уж точно есть о чем поговорить, это раз. Ну и, естественно, послушать, послушать, как ты поешь. А я хотел бы сказать всем нашим телезрителям, сегодня в гостях у меня был Роман Рейн. Я начал эту программу с того, что кто-то подражает кому-то, кто-то еще чего-то, кто-то хочет быть похожим на какого-либо кумира. Так вот, я начал программу в очках, чтобы немного походить на Романа. Этим же и хочу закончить наш сегодняшний эфир, чтобы вместе с вами и с Романом еще раз окунуться в его музыку. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. И мы еще успеем послушать еще одну композицию. Смотрите «Видное ТВ». Изменения в программе. Да, позвонила наша телезрительница. Это святое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Она входит в свой замок, сквозь белый экран. Она как серая пыль в паутине звезд. Ее сердце гранит с кристаллами, да, ее пальцы, как бритвы, массируют плод. Я убиваю тебя, моя королева тела, твое, словно лед от слез моих. Ты убиваешь меня, моя королева тела, твое, словно лед от слез моих. Это корона из ртути, бриллианты и слез. Ее плачет так кровь, ее смех — это стон. Она поет свою песню под ветер и дождь. Она красива, как день, она слепа, как ночь. И я убиваю тебя, моя королева тела, твое, словно лед от слез моих. Ты убиваешь меня, моя королева тела, твое, словно лед от слез моих. Ты убиваешь меня, Я, моя королева, тело твое, словно лёд. Королева, королева, королева. Королева, королева, королева. Королева, королева, королева. Королева, королева, королева. А всем огромное спасибо. Всего самого наилучшего. Живите спокойно и творческого благополучия. До встречи. Роман Рей, Михаил Долгов, София. Всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok